Всем привет! С вами канал Космостар. Яркая и броская блондинка Ирина Гринёва впервые появилась на экране в конце 90-х годов прошлого века, но известность к ней пришла чуть позже, после сериалов «Всегда говори всегда» и «Год золотой рыбки». Однако на пике популярности она как бы растворилась на обширном сериальном полотне российского кинематографа. Почему она уходила в монастырь и чем занимается сейчас, вы узнаете в нашем ролике. Ира Гринёва родилась 6 февраля 1973 года в Казани в семье военного и актрисы. Мама была утонченной женщиной, с аристократическими манерами, но ей рано пришлось оставить сцену, чтобы посвятить себя семье. Дочь переняла у матери умение элегантно одеваться и тщательно следить за своей внешностью. Так что путь в актрисы ей был предопределен заранее. Когда малышку спрашивали, где она будет, когда вырастет, она не задумываясь показывала на экран телевизора и говорила, там. Уже в восьмилетнем возрасте у девочки обнаружился талант балерины. Как, то в город приехали преподаватели Ленинградского балетного училища имени Вагановой. Они пришли в школу, где во втором классе училась Ира Гринёва, и провели отбор девочек, способных заниматься хореографией. В итоге она единственная из всех участниц прошла это испытание. Но на учебу надо было ехать в северную столицу, на что родители согласиться не могли. В 1990 году девушка сделала первую попытку штурмовать театральный Олимп. Она приехала в Москву и подала заявление на поступление сразу в три известных столичных театральных вуза, школу, студию МХАТ, в ту имени Щепкина и ГИТИС. К сожалению, во всех трех случился провал. Кто-то из друзей посоветовал ехать в Ярославль и недалеко, и театральная школа там хорошая. Вторую попытку Ирина сделала именно там. Но двери Ярославского театрального института не сразу отворились перед юной соискательницей актерской профессии. Стихи Юлии Друниной в ее исполнении не были должным образом восприняты членами приемной комиссии. В конец расстроенная девушка разрыдалась прямо в коридоре. К счастью, мимо проходил студент, старшекурсник. Увидев плачущую Ирину и узнав причину ее слез, он вместе с ней подошел к своему преподавателю и уговорил послушать Гриневу еще раз. Ее вторая попытка закончилась удачно, и девушка стала студенткой этого театрального вуза. Закончив ЯКТИ и получив диплом в 1994 году, новоиспеченная актриса снова отправляется в столицу и на этот раз поступает в школу драматических искусств. Еще через год учившийся с Гриневой режиссер Агеев создает свой эпигон, театр и приглашает бывшую однокурсницу в труппу. Именно там Ирину настигла первая волна успеха. За участие в пьесе «Игра в классики» она была удостоена престижной награды «Лучший дебют» в рамках фестиваля имени Владимира Высоцкого. В 1998 году постоянным местом работы актрисы стал театр имени Станиславского, где она служит и по сей день. Можно отметить ее наиболее удачные работы в спектаклях «Гамлет», «Офелия», «Три сестры», «Маша», «Двенадцатая ночь», «Оливия», «Борис Годунов», «Марина Мнишек», «Маскарад», «Нина» и другие. Первой работой Ирины в кинематографе была роль официантки Лады в сериале «Самозванцы», 1998 год. Постепенно стали поступать приглашения от других режиссеров. Это были сериалы «Дом для богатых», «Пассажир без багажа», «Только ты», «Мой личный враг», «Подкидной» и другие. Начиная с середины 2010-х «Ручеек ролей» в кино стал иссякать и она снималась всего в одном-двух фильмах. Причин тут несколько. Первая, ее более требовательное отношение к предлагаемым ролям, вторая, попросту не хватало времени из-за загруженности в театре и, наконец, третья и, пожалуй, самое важное. Желание больше времени проводить с семьей. Как и многие девушки, Ирина мечтала встретить прекрасного принца, влюбиться, создать крепкую семью. Но все это могло так и остаться в ее воображении. На заре карьеры актрисе вдруг захотелось быть ближе к Всевышнему. Она ушла в монастырь, чем, практически, шокировала близких. Увидев трудную жизнь монашек, поняла, что не готова избрать путь самоотречения и через неделю покинула святое место. Больше с актерской стези Гринева не сворачивала, желая развивать мастерство и добиться грандиозного успеха. О первом браке с известным кинорежиссером Андреем Звягинцевым Ирина Анатольевна предпочитает особо не распространяться. Известно только, что их супружество продлилось 6 лет, с 2004 по 2010 годы и что детей в этом браке не было. А вот со вторым мужем Максимом Шабалиным, красавцем, спортсменом, чемпионом мира и Европы, в парном фигурном катании, с Оксаной Домниной. Ее познакомил на одной из театральных вечеринок коллега по сцене Эвклит Кюрдзидис. Максим и Ирина настолько приглянулись друг другу, что несмотря на то, что невеста старше на 9 лет, уже на третий день знакомства они решили связать себя семейными узами. Осенью 2010 года романтическая любовная история увенчалась свадьбой в маленьком городке на юге Франции. Через три года в семье родилась дочурка, которую назвали Василисой. Как только Ира узнала о своей беременности, сразу отказалась от занятости в спектаклях и съемках в кино, посвятив свое время подготовке к материнству. Счастливой мамой она стала в 40 лет. После декретного отпуска Гринева вернулась на сцену родного театра. Со временем и занятость в кинематографе стала более интенсивной. Ирина Анатольевна не только потрясающая актриса, но и художница, поэтесса. К тому же пишет замечательные сказки. Для поклонников, она остается идеалом женственности, стиля, изысканного вкуса, красоты. По-прежнему великолепно выглядит, хотя уже разменяла пятый десяток. Продолжение следует...